Добрый вечер всем! Хочу сделать маленький обзор блока питания который будет интересен всем в то аккумуляторной теме Я не нашел ни единый обзор нигде на ютубе Пришлось купить этот блок для проверки и сделать теперь это самому Значит блок 1,5 кВт на 36 Вт Есть режим регулирования тока и режим регулирования напряжения В принципе это около идеальный зарядник для любых аккумуляторов Я буду делать себе зарядную станцию на ИВИ 105 8С будет сборка с инвертором в ЧАО и хочу эти аккумуляторы чем-то заряжать Долг горелся по интернету Мне один человек подсказал Подобный блок в продаже есть Только не МЗ, МВ Кстати МЗ, МВ очень похоже на Минвел но это мимикрия по факту У Минвела такие блоки стоят около 10 тысяч гривен Если кто-то будет впоследствии смотреть грубо говоря там наверное 250 долларов приблизительно Грубо Значит этот блок стоит примерно 80 долларов на Али Значит заявлено в блоке 41 Ампер 36 Вольт Мне нужно будет 29 Вольт и максимум ампер сколько он да Значит выставил я 28 Вольт сейчас Юнит меряет Меряю прямо на клеммах Нагрузка Нихромовая спираль толщиной 3 мм Я отмерил приблизительно там где-то наверное 0,8 Ом приблизительно Значит выставил 28 Вольт Ток получился 38 Ампер То есть в принципе 28 умножить на 38 Это 1,1 кВт грубо То есть сейчас он в таком режиме у меня работает где-то полчаса Провода десятка обжаты Ток в цепи видно Напряжение видно В принципе Сейчас буду мерять температуры И показывать вам Я уже это делал Крышку закрывал Открывал несколько раз В принципе мне все понятно Покажу сейчас вам Пирометр значит рабочий Спираль сейчас 300 градусов у меня Руку свою нет возможности померять Но показывает Плюс-минус пару градусов Значит сейчас положу телефон И остановлю на секунду блок Сниму крышку И буду мерять дальше На ходу боюсь Так крышку снял Одну секунду Включу питание Так питание восстановилось Значит так Что тут происходит Значит мост сильно греется Я видел температуру Он сейчас будет опять набирать температуру Но я наблюдал температуры До 75 В принципе терпимо Но рукой Уже далеко не удержишь В общем Сейчас подождем немножко Он должен разогреться Транзисторы греются И диоды меньше Вот видите Сейчас больше Видать Это по какой-то причине В закрытом состоянии Лучше обдуваться Одним словом Промерить я не могу Его точно В открытом виде В закрытом виде Потому как некак стрелять А в закрытом Продувка получается иная Вкратце я сделал выводы Что адски он не греется То есть в принципе Диоды даже в открытом Вот они нагреются Просто надо подождать Они сейчас в таком состоянии Плохо уже не обдуваются Потому что мимо них не тянет Ничего Кулера дальше А диоды расположены здесь В общем Одним словом Все вполне корректно Это все сейчас происходит На мощности в 1.1 кВт Возможно Если так часов 10 Подождать в открытом Он конечно перекосится По температурам Он будет не так Как в закрытом Но однозначно Сейчас будет Самый худший режим Я вот говорю как есть Диоды были замечены До 80 градусов Сейчас в виде нагреваются 62 Можно немножко подождать До 80 Дальше я не видел Важный момент В открытом состоянии Когда я его тестировал Я попытался Поднимать напряжение Я там разное сопротивление Подбирал Чтобы снять с него Примерно не 1.1 кВт А там где-то хотя бы 1.3 Я боюсь подходить К максимальной мощности К 1.5 кВт Но Заметил неприятное явление Сейчас стабилизация Держит четко Вот оно было выставлено 28 И 5 соток На 5 соток Сейчас поплыло То в плюс плавает То в минус То в соток 5 Не более Когда пытался Снять уже с него Напряжение 29 29.5 вольт И когда тут было Около 40 ампер Когда это 1.2 1.3 кВт Было Уже Начинало плавать На стабилизации Не знаю почему Может там термодатчик Есть Может он снижает В итоге По перегреву Ток Но это не явно Как это было То есть напряжение Упало Милливольт на 200 То есть мое мнение Вот этот блок Можно смело Использовать На мощности В 1.1 кВт Длительно Я конечно Не тестировал Его 100 часов Я потратил на это Допустим 2 часа сейчас Этот эксперимент Но Вполне понятно Уже стало Что он будет работать При таком режиме В кВт Длительно И перегреваться Он не будет Трансформатор Кстати Особо не греется Тоже Адски 60 градусов Но думаю С закрытым корпусом Опять же температура упадет Бросселя Вот 45 Эти мелкие Я думаю Они не греются Да Не греются В общем диод До 80 Можно увидеть В открытом И Транзисторы Диоды На радиках Тоже там До 70 В общем До сводки Они не дойдут Думаю Даже если шмалят На все бабки Скорее всего Он может даже И свои полтора Выдаст Но мне это Не кажется Адекватно В общем Смело можно брать На мощности До кВт Думаю Легко Клеммы нормальные В принципе Тут Тут под М6 Сделаны клеммы Я гидравликой Пообжимал Все держит Ничего не греется Как бы Конечно Он не будет работать Так как Минвел Ты можешь его загрузить В 100% Минвеловский блок Мы часто по работе Используем И он будет Горячий Но умеренно горячий Мы запас обычно Даем процентов В 35 И они практически Холодные стоят И работают Годами Я вообще Ни один блок Еще не заменил Мы их поставили Сотни То этот Конечно В кВт Работать будет Монтаж Сзади Не посмотрю Как попаяно Невозможно Определить Чисто Убрали Флюс Не убрали Флюс Тут два кулера Кстати Термодатчик Есть Когда включаешь Без нагрузки Он не молотит Одним словом Только при нагреве Стартует И кстати Пропорционального Регулирования Оборотов У него нет То есть он молотит Всегда на всю катушку Обороты Одинаковые По звуку Наверное 1500 Примерно Как серверные Блоки Харлит Паккард Один и два Киловаттные Ну те Погромче Немножко Ну спать с ним Вы не сможете Если хотите Заряжаться дома То я думаю Дела не будет Но я это четко Понимал И я на это Был готов идти В общем Вот такой Получился Маленький обзорчик Возможно Кому это будет полезно Думаю Что полтора Киловаттный Этот блок В принципе Покупать Для задачи Зарядки аккумуляторов Киловаттной мощностью Можно Всем спасибо